друзья всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня такое приветствие на улице у нас идет снег я нахожусь в санкт-петербурге и кто меня не знает меня зовут наташа это канал такой beauty около beauty тематики я снимаю обзоры салонов красоты и я не снимала почти три месяца до каюсь перед вами очень насыщенная очень такая загруженная была у меня жизнь в это время очень много работы но сейчас наконец-то я снимаю ролик и сегодня пойду делать коррекцию и окраску бровей у меня скоро день рождения и хочется привести себя в порядок это во-первых а во-вторых вчера был ровно год создания этого канала представляете я вообще случайно это увидела просто заглядывала сегодня в свои ролики чтобы посмотреть вообще когда я выложила первый ролик и оказалось что это было 5 февраля прошлого года а сегодня 6 февраля вот так вот прошел ровно год спасибо что вы со мной спасибо что не отписывайтесь несмотря на то что был такой перерыв большое видео я постараюсь чтобы больше таких перерывов не было я сама очень хочу чтобы ролики выходили у меня почаще но правда так вот сложилось что вообще было не до этого в последнее время на сегодня надеюсь все будет нормально брови у месяца я и ничего не делала последний ролик из салона у меня тоже был про брови и получается что все три месяца я не делала ничего своими бровями они мне полностью отросли так что как холст буду полностью с нуля можно сделать что-то интересненько в общем поехали салон называется руками и записывалась я онлайн они мне прислали подтверждение на вотсап что ваша запись в силе все в порядке поэтому пойдем находится салон недалеко от метро владимирская вот я уже вышла подхожу я на бровке но я это чуть-чуть опоздала давайте махил красиво я хочу коррекцию смотрите у меня брови вообще я не делал ничего три месяца то есть у меня вот такой период отращивания но решила сделать у меня день рождения сейчас я решила что пора навести красоту просто делать как считать нужным под натуральный но чтобы была форма хорошая у меня вот сейчас они такие не слишком вниз мне кажется здесь растут хочется убрать чтобы не настолько они не поднимались и цвет волос наверно от моих натуральных темно-коричневый цвет нет никогда не было это периодически крашу все нормально все по-разному делать но вы делали когда он чуть-чуть на работу полосковый полосковый супер мы тогда начнем с вами стрелять да мы уже здесь накрашиваем давайте не стоит у меня тоналка есть не знаю она будет как-то мешать на что сейчас все равно придется чистым кожу как ухаживать на бровями и так периодически крашу тенями простудные брови обычно нужно накрасить а так ничего не делала у нас здесь по уходу желательно их увлажняем с маслом это любое косметическое я сюда привожу в пример например то что мы волосы да как-то денежные ну да сцены увлажняем здесь тоже самое желательно а что за масло это просто любое или прям для бровей нет можно любое косметическое у нас также продаж тоже имеется масло для бровей или синистом составе нескольких масел 2 раз в неделю будет достаточно меньше елена красивая вообще ничего честно говоря не держится на мне очень быстро пропадает эффект конечно классно вот эти первые два дня когда только свеженькая но потом все у меня вот ну вот чтобы вы понимали на 5 у меня вообще не следа уже нет то есть вообще если умываться вот в обычном режиме возможно на коже как бы быстро да да именно с кожи как бы хочется на уфицированном достаточно ну да ну на коже хочется чтобы именно форма вот держалась красивая не больно нормально в конце обрабатываем обязательно и знаете как давайте попробуем чтобы мне не чуть чуть больше как бы уголочек сделать но это уже краска и коррекция как домик вот этот да более четкий это у меня он сам по себе по моему вот именно кругом растет без уголка я всегда пытаюсь когда крашу чуть-чуть хотя бы изгиб у вас накрашен или у вас теперь монет вообще мне очень нравится полосочка так удобно но сейчас смотрю подки с сентября у меня конечно не совсем другие потому что у меня волоски сами длинные и они у меня прям такие вверх и так как я уже вот несколько месяцев не делала мне сейчас что-то кажется мне слишком широкий у меня получается не стесняйтесь это поднимать можно мне кажется что можно даже еще смотрите принципе нормально но у меня ничего не пугает что-то вот на коротком да да нормально давайте так и ставим у вас кожа очень сухая поэтому я рекомендую вам масло это я наверное пришла потому что у меня всю жизнь как раз кожа наоборот супер жирная и я из-за этого вообще ничем даже не мажу очень редко даже лицо машу то есть основном только умываюсь сейчас так как зима да сейчас все-таки поэтом ветривая морозная и кожа как бы роги как похоже мне за проверка на вас была долговременной кладкой но я точно ничего не делала но у меня кстати неплохо держалась мне понравилось и по моему даже месяц прям отлично держалась неплохо да я прям была довольна такой контраст будет сразу как давно не делаешь эффект у вас надеюсь и на я прошу тенями тоже я не хочу спросить несколько дней не надо сейчас работаю еще довольно много в нем мало выходных конечно с утра вот это вот еще красится они там еще так растут как-то единично не густо вот несколько штучек волосинок что мы сейчас еще после окрашивания мне кстати как-то делали наоборот сначала окрашивание я люблю когда уже чистые коррекции сейчас возьму только кружку просто можете убрать собрать покажу сахарные красивые такие корочки насколько с краской примерно сидеть нужно будет тоже у всех по-разному не стоит если у вас будет работать у и и и Дальше форму. Все равно понятно, что она такая широкая добавка. Как кожа после воскресенья? Нет, вообще отличная. У меня вообще какая-то нечувствительная кожа. Мне кажется, что вы мне не делали, я вообще ничего не чувствую. Прямо натурально так, даже не видно. В телефоне, по крайней мере, не видно даже, что покрашены. Так и было. Но оттенок легкий есть. Нет, он есть. Я-то понимаю, что у меня свои не такие. Они не так, что прям бросаются в глаза. Если он мне нанесен второй слой, то он нам очень насыщенный. Поэтому смотрите, подумайте, как вам хочется. Сейчас будет второй, да? Да, я сейчас сниму и зеркало, да. Ну, нормально. Так оно хорошо. Ну, вы говорите, оно еще потемнеет? Сейчас же не прошло здесь. Да, чуть-чуть. Просто у меня волосы на порядок темнеют. Ну, давайте сделаем. Давайте, наверное, сделаем. Да, я думаю, что... Ну, если время позволяет. Да, давайте сделаем. Да. Просто я говорю, как-то под волосы, обычно же под волосы должно быть. У меня они вообще почти черные. Да. Что вы хотите вложить в брови? Мыло в битрови или кефе? Мы еще вложим. Конечно. Не знала. Не знаю, покажи. Посмотрите. У меня сегодня никуда не надо, потому что у меня, в принципе, есть разница. Можно вообще не выкладывать. Ну, так, если для простыни, давайте попробуем. А сам вообще выкладываете там гели? Ну, я покупаю, да, обычные гели прозрачные. Да, периодически выкладываю. Это мы чем сейчас намазали? Мы сейчас обработали кожу, просто декорацией маски. А, маски. Угу. Так, если все, я очень вернула вам за нашим гелем, чтобы не переслышить, чтобы не переслышить. Вставали с петербургом. Ну, все круто, нормально. По цвету хорошо. Я бы даже и темнее сделала. Нормально. Ну, я же говорю, у меня еще смывается очень быстро. Все? Да. Супер. Хорошо. Можно еще зеркальце тоже поближе? Да, конечно. В телефоне просто не так ярко видно. Угу. Добрый. До свидания. Спасибо вам огромное. Фух, все, мы все сделали. А как вам результаты? Понравилось? Да, все хорошо. А вам как? Мне нравится. Очень красиво. В интернете я просто искала по району, в котором мне удобно, в центре. Да, по карте я вводила просто целом красоты, по-моему. Так вот нашла, что возле метро тут удобно. Ну, не живу, но я тут была просто. Да, удобно. Так, по карте. У вас там нету в день рождения до после скидок? А у вас когда нет? У меня 10-го. 4-го. 4-го дня. Мало ли бывает просто, что скидки. Наталья, вы еще у вас попросите, пожалуйста, подержите? Подержите? Да, что вы подтвердите. Вот у вас подействует скидка, 5%. Она у нас за 7-й еду и передний пост везде. Угу. И так же надействует на продукт. Вот, кстати, вот гейпус, то, что вас заинтересовало на него, будет скидка, 5%. Угу. Хорошо. Угу. Хорошо. Спасибо. Угу. Карточка можно? Угу. Очень надеюсь, что терминал позволит. Бывает, что не позволяет. Иногда бывает связь, если мы немножко любят, но... Так, ребятки, ну я вышла из талона. Напоследок администратор дала мне аффирмацию, говорит, мы не отпускаем с пустыми руками, можно выбрать из карточек, которые у них были с логотипом их салона, и вытащить себе какое-то напутствие. У меня выпала вот такая прикольная карточка. Мои мысли полны позитива, а моя жизнь полна процветания. Это очень мило, на самом деле. И приятная такая мелочь. Мне кажется, это здорово сделали. Я такого еще не встречала. Что касается бровей. Вот, смотрите. Мастер мне говорила, что может краска еще проявится через несколько минут. То есть они могут чуть-чуть стать поярче. Но пока вот так вот они выглядят. Мне понравилась форма. В принципе, ну, обычная, стандартная практически моя форма. Да, просто мне подкоротили их, потому что у меня слои растут вообще как-то вот вниз. И покрасили. Более-менее под цвет волос. Как вы видели, мы нанесли два слоя краски. То есть сначала первый раз мне показалось, что они слишком стекловатых. И мне нанесли еще второй слой. То есть мы два раза их украсили. Мастер была приятная. Администратор тоже такая прям девушка очень милая. Вот. И все из того, что у меня скоро день рождения сделали скидку 10%. Там у них за несколько дней до и после скидка. Но это не только у них. Это много где так делают. Ну вот. Это был такой тоже приятный сюрприз. И услуга стоила 1400 и мне еще минус 10% получилось. То есть в принципе цена неплохая. Ребят, я уже дома. На фоне моей полочки с игрушками, на которые я всегда обычно снимаю вступление, но сегодня не снимала. Будет заключение. Вот так выглядят сейчас мои бровки. Еще раз повторю, что мне понравилось, как мне сделали. Давайте покажу вот так поближе. Тут немножко, тут мне уложили гелем, поэтому они могут такими дубовыми немножко казаться. Ну вообще вот по форме и по цвету мне нравится. По цвету так вообще мне кажется отлично. Довольно таки поднатуральный. Я даже иногда сейчас стала красить. Ну вообще, да, я три месяца уже не красила краской. Я стала красить брови тенями в последнее время, потому что я работаю, я не хожу без макияжа. Да, все равно я что-то на брови наношу. Мне кажется, я даже крашу их еще ярче по цвету. То есть оттенок такой же, но как будто бы даже темнее. Поэтому, в принципе, вот эти даже поднатуральный, я бы сказала, выглядят. Цвет и мне нравится, еще раз скажу. Конечно, если брать в сравнении с какими-то другими, я же уже не первый раз хожу в салон и снимаю видео про брови. Если сравнивать с другими, то это не самые лучшие брови, которые мне делали, на мой взгляд. Мне, наверное, из всех пока что больше всего понравились брови, которые мне делали в торговом центре галерея. Куда-нибудь прикреплю ссылочку на то видео. Вот там результат мне понравился. Я прям была, мне кажется, в восторге. У меня прям форма была чуть другая. И мне очень там понравились брови. Но они и стоили, опять же, дороже. Там совсем прям не бюджетно было. Здесь без скидки 1400. Коррекция плюс окрашивание. Это не самый дорогой вариант. Вот. Поэтому, в принципе, я считаю, что норм. Я дала мастеру, можно сказать, carte blanche. Я сказала, сделайте так, как вы считаете нужным, как вы видите. Какие-то пару пожеланий свои озвучила, да. Чтобы кончик не слишком вниз загибался. А то мои растут слишком прям вот досюда практически. Вот. Но, в целом, я никак ее особо не ограничивала. Делать так, как вот она считает нужным. И мне кажется, вполне нормально и гармонично такие брови смотрятся на моем лице. Напишите, как вам? Нравится ли вам результат? Как смотрятся эти брови? Вот. Мне кажется, очень даже неплохо. Еще раз напомню, что это был салон руками. Называется. Ближайшее метро. Владимирское. Там буквально пару-тройку минут от метро. Надеюсь, что не буду больше так сильно пропадать. Если вам интересно, то обязательно заглядывайте в мои другие соцсети. Ссылочки будут под видео. Напомню, что я веду блоги о Санкт-Петербурге, о разных местах, о путешествиях по России. Надеюсь, что когда-то дойду и до заграницы, потому что в последнее время просто такая ситуация, что никуда не ездила. Вот. И в других соцсетях я появляюсь абсолютно каждый день. Я активно веду свои блоги. Поэтому, если вам интересно, у меня есть ВК, у меня есть Одноклассники сейчас уже второй месяц. Есть у меня Дзен. Вот. Так что, если вы в каких-то из этих соцсетей присутствуете, обязательно заглядывайте, подписывайтесь. Я буду очень рада. А здесь благодарю вас за просмотр. Благодарю, что вы остаетесь со мной. У меня еще даже нет тысячи подписчиков. Соответственно, у меня нет монетизации и ее и не было раньше. То есть, если вы думаете, что я там из-за отсутствия монетизации не снимала видео, нет. У меня ее и не было до этого, потому что я даже еще не достигла, в принципе, порога этой монетизации. Так что, нет. Все мне нравится. Я очень люблю YouTube. Я буду еще снимать. Просто из-за нехватки, скорее, времени. Да, из-за такой насыщенной очень работы в последнее время. Просто было не до этого. Надеюсь, что сейчас, особенно скоро уже весна, будет вот это пробуждение природы, себя, новые силы. И я, конечно же, планирую снимать чаще. И надеюсь, что это обязательно произойдет. Следующее видео обязательно с походом в салон будет уже на макияж. Я уже нашла салончик даже, в который хочу сходить, но пока еще не записывалась. Вот. Все. Большое спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся уже в других роликах. Пока.